Здравствуйте! С вами я, Ольга Джералл, и Amazing Russian. Давайте поговорим о грамматике сегодня, о конструкции «хотеть, чтобы». Вот представьте такую ситуацию. Он говорит «Я хочу прочитать эту книгу». Он хочет прочитать эту книгу. Кто будет книгу читать? Он сам будет эту книгу читать? Да, конечно, потому что он хочет прочитать эту книгу. Значит, он её будет читать. А если он говорит «Я хочу, чтобы ты прочитала эту книгу». Он будет эту книгу читать? Нет, он книгу читать не будет, а книгу будет читать она. Он хочет, чтобы она прочитала эту книгу. В первом предложении он будет читать книгу. Во втором он не будет читать книгу, но он хочет, чтобы книгу прочитал кто-то другой. Если вы хотите перевести на русский язык вот такое предложение, я не советую вам переводить такие предложения дословно. Может получиться полная ерунда. Например, я хочу тебя говорить по-английски. Такого предложения в русском языке не существует. По-русски нужно сказать «Я хочу, чтобы ты говорил по-английски». Но для этого нужно знать определённые правила. Давайте разбираться. Миша заболел, он плохо себя чувствует, ему пришлось пойти к врачу. Пришлось, значит, он не хотел идти к врачу, но ему нужно было пойти к врачу, потому что он серьёзно заболел. Врач даёт Мише советы, советы или рекомендации. Миша не хочет следовать этим советам. Не хочет следовать, значит, не хочет делать то, что говорит врач. Что хочет больной и что хочет врач? Врач говорит, вы должны лежать в больнице. Что хочет Миша? Он хочет лежать в больнице? Нет, Миша не хочет лежать в больнице. А что хочет врач? Врач хочет, чтобы Миша лежал в больнице. Лежать? Лежал. Врач говорит, вы должны принимать лекарства. Что хочет Миша? Он хочет принимать лекарства? Нет, Миша не хочет принимать лекарства. А что хочет врач? Врач хочет, чтобы Миша принимал лекарства. Принимать? Принимал. Врач говорит, вы должны заниматься спортом. Что хочет Миша? Он хочет заниматься спортом? Конечно, нет. Миша не хочет заниматься спортом. А врач? Врач хочет, чтобы Миша занимался спортом. Врач говорит, вы не должны курить. Что хочет Миша? Миша хочет курить. А что хочет врач? Врач хочет, чтобы Миша не курил. Курить не курил. Врач говорит, вы должны отдыхать. Что хочет Миша? Миша не хочет отдыхать. А что хочет врач? Врач хочет, чтобы Миша отдыхал. Отдыхать? Отдыхал. Врач говорит, вы должны правильно есть. Что хочет Миша? Миша не хочет правильно есть. А врач? Врач хочет, чтобы Миша правильно ел. Есть, ел. Врач говорит, вы должны заботиться о своём здоровье. Что хочет Миша? Миша не хочет заботиться о своём здоровье. А что хочет врач? Врач хочет, чтобы Миша заботился о своём здоровье. Заботиться. Заботиться, заботился. Посмотрите на эти структуры, что мы здесь видим. Ну, на первом месте это подлежащее или субъект, врач. Это тот, кто хочет. Затем у нас структура хотеть. Хотеть, чтобы. Здесь может быть глагол в настоящем времени. Хочет, хотят, хотим. Или в прошедшем времени. Хотел, хотела, хотели. Или в будущем. Захочет, захотят. Затем новый субъект. Миша. Не врач, а Миша. Новый субъект. И прошедшее время глагола. Обратите внимание, здесь нужна запятая перед словом чтобы. Ну, а теперь давайте послушаем. Послушаем мои предложения. Я вам расскажу, что я хочу, чтобы мои студенты делали. А я хочу, чтобы вы услышали глаголы в прошедшем времени и поняли мои предложения. Готовы? Поехали. Я преподаватель русского языка в университете. Я учу студентов русскому языку. Я хочу, чтобы мои студенты любили русский язык и говорили на уроках русского языка только по-русски. Ещё я хочу, чтобы мои студенты занимались дома и делали домашнее задание. Я хочу, чтобы все мои студенты хорошо писали, читали, понимали и говорили по-русски. Ну, что, всё поняли? Вы услышали глаголы в прошедшем времени? А теперь скажите, что хотят ваши родители, чтобы вы делали? Ваши родители хотят, чтобы вы хорошо учились? Или ваши родители хотят, чтобы вы были здоровы? Чтобы вы хорошо жили? Чтобы вы делали правильный выбор? Что хотят ваши друзья, чтобы вы делали? Ваши друзья хотят, чтобы вы проводили больше времени с ними? Больше общались с ними? Что хочет ваш преподаватель, чтобы вы делали? Ваш преподаватель хочет, чтобы вы занимались? Чтобы вы делали домашнее задание? Что вы хотите, чтобы делали ваши дети? Вы хотите, чтобы ваши дети были здоровы? Или занимались спортом? Или музыкой? Вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы? На сегодня это всё. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok